Десна ТВ 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 Летние каникулы завершились. Проведет ряд праздничных мероприятий, посвященных знаниям. Начало этого большого общегородского праздника в 11.30. Приглашаем всех. Инфекционные заболевания в городе регистрировались в пределах нормы. В областном центре состоялся форум молодых инвалидов по слуху «Сделай шаг». Участники форума обсудили важные для них темы исключительно на жестовом языке. В мероприятии приняло участие около 40 человек. Форум молодых инвалидов по слуху проводился в Смоленске впервые, но организаторы планируют сделать его традиционным. 28 августа в Центральной библиотеке Десногорска собрались учителя-словесники школ города. Это методическое объединение литераторов и русоведов традиционно проходит в августе совместно с библиотекарями. Встреча прошла в атмосфере живого общения и взаимного интереса. В рамках отраслевого проекта «Территория культуры Росатома» в Десногорск в очередной раз приехал государственный ансамбль народного танца Республики Абхазия «Кавказ» имени Кандида Тарба. Концерт состоялся в зале Цессони Трина. Подробности далее. Зал с трудом вместил всех желающих прикоснуться к настоящему искусству. «Росатом» и его электроэнергетический дивизион «Концерн «Росэнергатом» уделяют пристальное внимание культурному развитию территории присутствия. Проект «Территория культуры Росатома» успешно действует уже много лет. Жители нашего города имеют возможность совершенно бесплатно знакомиться с лучшими образцами исполнительского, театрального и художественного искусства нашей страны. Коллектив народного танца «Кавказ» приезжает к нам в город не впервые. Каждый раз они стараются представить свои танцевальные композиции наилучшим образом. Так хорошо нас принимают, как в город мы ни приезжаем, так тепло нас встречают. Мы как-то породнились, знаете, мы как будто работники атомной станции. Вот так вот мы себя тоже так чувствуем. И сюда принимают так прекрасно. Мы каждый год программу так меняем. Не меняя название танца, сам танец меняем. Середину меняем, что-то новое, что-то убираем, что-то добавляем, возобновляем. В этом году приезд коллектива приурочен к юбилею 25-летию концерна «Росэнергатом». Артисты не чувствуют усталости и выступают с полной отдачей. В концертную программу вошли 12 танцевальных композиций, а также выступления музыкального ансамбля. Зрители увидели незабываемые танцы народов Кавказа, как быстрые и ритмичные, так и плавные и лиричные в великолепном обрамлении живой музыки. Коллектив ансамбля постарался разносторонне представить культурное богатство и традиции своей родины. Были исполнены танцы, посвященные любви и преданности, достоинству и женской чести, дружбе и братству народов Кавказа. Мастерство и неиссякаемая энергия солистов покорили зрителей. В зале не умолкали овации и крики «Браво!», аплодировали артистам стоя. Очень прям довольна, понравилось. Я впечатлений масса. Заряд энергии просто смешающий. Хочется петь, веселиться вообще. Молодцы, просто ребята молодцы. А танцы, костюмы были клевые. Все понравилось. А впечатления твои? Вот такие. Замечательно, что они приезжают ежегодно к нам в Десногорск. Мы радуемся вместе с ними. Председатель первичной профсоюзной организации «Смоленская АЭС» Юрий Кузнецов поблагодарил артистов за яркое и солнечное выступление, ставшее прекрасным подарком жителям города Десногорска в честь юбилея концерна «Росэнергоатом». На «Смоленской птицефабрике» запустят третью производственную линию. Руководитель предприятия на встрече с губернатором отметил, что к апрелю следующего года будет построено несколько новых птичников и склад. В результате расширения на птицефабрике появится более 40 рабочих мест. На базе бывшего колхоза «Остапкович» и Рославского района создается новое предприятие по глубокой переработке мяса. Совместно с администрацией региона подготовлен проект строительства полноценного производства. Разрешение на возведение уже получено. С 21 по 25 августа в Десногорске проходило профилактическое мероприятие «Скорость». Его итоги в нашем сюжете. За время операции «Скорость» сотрудники ГИБДД по области выявили 2000 нарушений правил дорожного движения. Из них 264 факта превышения скорости. Профилактическое мероприятие «Скорость» было направлено на стабилизацию обстановки с аварийностью, предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а также выявление выездов на встречную полосу. Десногорские водители оказались более внимательными. За период проведения профилактического мероприятия под условным наименованием «Скорость» сотрудниками ДПС выявлено 29 нарушений правил дорожного движения водителями, превышающими установленную скорость движения. Напомним, что с 28 августа по 7 сентября в Десногорске проходит операция «Внимание, дети». Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям с просьбой быть более внимательными и пропускать детей на пешеходных переходах. Редкая археологическая находка позволила установить имя дочери смоленского князя Мстислава Романовича. Она была матерью первого удельного ярославского князя, правившего там в начале XIII века. На протяжении многих веков историки называли княгиню Агафьей, по имени которой она приняла после пострига в монастыре. Найденная же при раскопках на соборном дворе в Ярославле личная печать княгини позволила установить, что ее имя Мария Мстиславна. Совместный проект Госкорпорации «Росатом» и Министерства здравоохранения «Бережливая поликлиника» стартовал уже в 40 регионах России. Такой размах проекта объясняется его проверенной эффективностью. За год с начала его реализации в медицинских учреждениях в разы сократились очереди, упростилась процедура записи на прием к узким специалистам и в целом повысилось качество обслуживания. Выбираем раздел «Журнал врача» и здесь у нас списочек пациентов, которые на сегодня у нас должны посетить нашу поликлинику. Эта компьютерная программа, благодаря которой врачи теперь уделяют пациентам гораздо больше времени и имеют возможность сразу записать их на прием к узким специалистам, лишь одно из нововведений в рамках реализации проекта Госкорпорации «Росатом» «Бережливая поликлиника». В пятой детской больнице города Ярославля он стартовал пять месяцев назад и с тех пор не только изменил принципы работы медицинских сотрудников, но и научил их думать иначе. Когда нам что-то ребята предлагали, мы говорили «нельзя». И на вопрос «почему?» мы даже не могли ответить «почему нельзя». А потом мы когда посмотрели, оказывается, все достаточно и можно. Проект «Бережливая поликлиника» – это применение эффективных инструментов для оптимизации производства в сфере оказания медицинских услуг. Результаты этого эксперимента говорят о том, что это не только возможно, но и необходимо. Например, в пятой поликлинике это решило проблему с очередями на вакцинацию. Раньше ее проводили всего два раза в неделю, но по совету атомщиков увеличили количество приемных дней до пяти. В вторник и четверг у нас было очень много народу. Медсестры в конце рабочего дня из кабинета просто выползали. А сейчас они все делают спокойно. И, по-моему, нет такого нервного напряжения ни у медсестер, ни у родителей. Благодаря проекту медицинское учреждение преобразилось и внешне. После капитального ремонта в поликлинике исчезла привычная регистратура, появилась колясочная, удобная навигация и расписание. Для детей построены игровые площадки. Все это превратило утомительные походы к врачу в приятную прогулку. Быстро, удобно. Мне нужно стоять в эти километровые очереди, как были раньше. Экономим часа два точно. На сегодняшний день проект «Бережливая поликлиника» реализуется в 115 медицинских учреждениях в 40 регионах России. По замыслу его авторов, госкорпорации «Росатом» и Министерства здравоохранения, к 2023 году на новую схему оказания медицинских услуг должны перейти не менее 4000 поликлиник. Самое популярное мужское имя в Смоленской области – Артем. Об этом рассказали в главном управлении ЗАГС. В течение четырех лет предпочтения жителей региона не меняются, и это имя находится в лидерах. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова